и вот еще один матч группы c здравствуйте дорогие друзья играют команды дюш валки и дюш 1307 которые одержали победы в первом туре матч лидеров немножко и у нас и погода поменялась как-то вот солнечное настроение которое было до игры феникса сменилась тучами думаю это не помешает команда показать свои лучшие качества в сегодняшней игре игроки и ракиди уш валки фактически как с корабля на бал да вот они прибыли и начали игру я думаю я думаю они разбегаются еще только первые минуты ну а то что мы вправе ожидать атакующей игры об этом не только статистика говорит статистика стартового первого тура на предыдущем матче мы смогли наблюдать за очные дуэли команд которые противостояли в первом туре и дюш 13 и дюш валки но вот и фактически это не только так дуэль дуэль принципиальная дуэль очень важная вот не будем забывать о том что а команда дюш 13 всегда ставит перед собой только самые высокие цели и не будем забывать о том что в осеннем турнире в осеннем кубке плариум и украин ребята и дюш 13 играли в финале где кстати к слову уступили дюш волне со счетом 2 3 то есть они дошли до финала до решающего матча но наверняка подобные задачи они ставят и в стартовавшем турнире здесь конечно и конкуренция повыше и количество команд тоже два раза выросла по сравнению с предыдущим турниром да это тоже конечно безусловно очень очень важный момент также скажем о том что несмотря на то что в первом туре оба соперника одержали победы но эти победы были даже как все таки не неравнозначными команда дюш 13 отметилась высокой результативностью забив 10 мячей ворота балаклейской девуш чего к слову сегодня не удалось сделать игрокам феникса команда дюш волки вот раз уж мы вспомнили о фениксе то команда дюш волки на недавнем турнире который проходил в золочеве как раз соперничала с фениксом там был такой очень напряженный увлекательный матч который завершился серии пенальти и команда дюш волки заняла третье итоговое место феникс оказался на четвертой позиции то есть можно говорить о том что соперники очень хорошо знакомы друг с другом тем не менее тренеры имеют возможность варьировать составами команд сразу видно что тут игроки из валок очень активно применяют прессинг с первых минут матча пока что отдать перевес на стартовые минуты пока что очень сложно кому-либо из соперников так что же нам говорит статистика потому что именно статистические данные как из-за точно отражают и текущее положение дел целом это как как настроены обе команды так вот по такому показателю как эффективность ударов по итогам стартового тура команда дюш 13 делит третью позицию с командой дюш волна вот тоже такой интересный факт завершив точный удар завершив точным ударом фактически каждую четвертую свою атаку и тогда вы то высокий процент реализации эффективности безусловно ну а что можно сказать в отношении дюш волки дюш волки по по количеству ударов в первом туре находится скажем так золотой серединке среди всех команд но в то же самое время они позволили по своим воротам нанести всего шесть ударов створ и это слову самый лучший показатель первого игрового дня да за что стоит принципе похвати похвалить самих ребят и по ударам створ ворот всего четыре удара из шести то есть мы еще в принципе так серьезное в деле вратаря дюш волки пока не видели но сегодняшний матч наверняка позволит нам восполнить этот небольшой пробел уже удалось ему принять участие в этом матче уже проявил себя как на позиции вратаря ну да это говорит о том что наверняка и нагрузка сегодня будет повыше чем в стартовом матче но и другой стороны и соперник у нас тоже соперник и именитый очень такой серьезный но только такие стартовые расклады а все акценты уже расставить сама игра и итоговый результат обе команды заряжены на борьбу уже с первых минут это заметно и только они применяют активно прессинг но и так действуют при обороне собственных ворот очень очень внимательно можно сделать уже предположение по первым минутам матча что наверняка вот большого количества голов мы с вами не увидим это пока что только предположение посмотрим насколько оно окажется верным по итогам самого матча достаточно равная борьба идет между командами атакует как одна команда так и другая достаточно остро много борьбы в центре поля да вот первый первый шанс не использовал никита дементьев капитан команды девуш 13 его партнеры по команде вывели на ударную позицию мы видим индивидуальные действия игрока дюш валки на первых минутах видно и огромное желание соперников ну которое не всегда скажем так подтверждается пока своевременными точными передачами техническим техническими действиями то что арсенал технический в порядке у обоих соперников в этом уже не сомневаться видимо у ребят быстрое стремление перейти в атаку сказывается на том что они делают ошибки в обороне а вот опять же работа для вратаря тюш валки нашлась и он и он за своей задачей справился на отлично если обращаться опять же к статистическим данным стартового тура то команда команда тюш валки находится в тройке лидирующей тройки по количеству угловых ударов они подали 10 угловых а лидирует по этому показателям у дюш волна 13 уже мы об этом с вами обращали на это внимание об этом говорили зовут контратака в исполнении дюш валки да вот такой такая такая веселая игра и динамичная веселая игра атака на атаку уже соперники немножко раскрепостились уже первые минуты они только присматривались друг другу сейчас уже волки уже размялись да 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 это точно но тут разбегались ну скажем так и погода тоже благоприятствует тому чтобы показать очень интересную игру увлекательную игру ну по поводу того что мы видим небольшое ну скажем так небольшое количество голов уже такой один прогноз мы сделали а вот а вот и первый гол матч и да и команда дюш валки повела в счете 1-0 гости размявшись выходят вперед отличился 11 да антон захаров стал автором забитого мяча это уже третий его гол на нынешнем турнире первом туре он отметился дублем ворота феникса ну что ж теперь имени там ничего не остается как идти в атаку и отвечать на этот год да пока отдать кому-либо скажем так преимущество во первом минутам очень тяжело но вот стоит отметить все-таки комбинационный стиль который исповедуют игроки дюш 13 это их визитная карточка за счет этого они добивались побед на предыдущих турнирах которые проходили под эгидой компании плариум украин особенно показательным был турнир состоявшийся осенью прошлого года и вот на том турнире они действительно весь свой потенциал атакующий показали в полной мере не только дошли до финала но играли очень эффективно результативно сейчас играть такой модель игры им не позволяет соперник первая минута как остро атакует валки да за последние пару минут да ну похоже что не похоже что не только размялись хорошо уже но и серьезно взялись за дело на очень серьезно и но и об обороне собственных ворот тоже не нужно забывать конечно о чем говорит статистика статистика говорит о том что в ходе стартового тура очередной момент острый возле ворот дюш 13 до ходе стартового тура команда дюш валки в первом тайме отметилась всего лишь одним забитым мячом вот сейчас уже такого же показателя они достигли уже и ближе к экватору первого тайма нынешнего матча но они не собираются остановились только на одном забитом мяче сейчас используют активно стандартные положения это вот если мы говорили о том что для дюш 13 визитной каточкой является комбинационная игра то для команды дюш валки уже по первым впечатлениям которые сложились у нас с вами это команда очень активно используют стандартные положения частности угловые удары может сегодня видели несколько угловых угловых ударов в их исполнения которые не завершили взятием ворот также они уже разменяли 2 до 2 десяток по этому показателю я бы отметил что они хорошо используют контратаки да вот кто их переходит оборота от обороны к нападению такая динамичная достаточно у них складывается игра но вот пожалуй мы определили кто у нас играет первым номером кто играет вторым номером по ходу сегодняшнего матча потому что игроки дюш 13 отдают предпочтение острым контратакам но при этом опять же защитные порядки не безгрешны то с одной что с другой стороны вот индивидуальные действия игроков дюш валки уже с первых минут говорят о том что они нацелены выход 1 и в первые минуты игры точнее уже так половина первого тайма у нас прошла до врата ридж 13 находится в таком игровом тонусе постоянно а вот индивидуальные действия игрока дюш валки а вода удар заблокирован обыграл двух врат и двух защитников не не справился да но сейчас только да сейчас ему точного завершающего удара не хватило в целом комбинация к очень очень интересная увлекательная ну и сама игра еще здесь очень очень много очень много борьбы но это и фактически и дуэль дуэль тренеров только вы переиграет тактическом плане пока небольшим перевесом в этом плане обладает игроки дюш валки аутсини грамотно построив игру от обороны да они быстро переходят контратак контратакующим действием но хватит ли им сил на 1 всю игру потому что это все-таки больших усилий да вот это уже яркий яркий пример индивидуальной игры представителя дюш валки и вратарь хорошо увидел открывающегося игрока набегающего еще одиннадцатый номер да еще становится 2-0 таким образом таким образом антон захаров осуществил дубль в первом матче и уже в ходе первого тайма он забил два мяча еще один претендент название лучшего бомбардира нынешнего турнира пока на 100 пока в первом тайме игроки дюш 13 не приспособились к тактике соперника игроки из вак очень внимательно играют при обороне собственных ворот так порой даже самоотверженно его теперь уже становится понятно ошибка вратаря взял в руки мяч вниз своей зоны вот сейчас один из острых эпизодов у ворот команды дюш 13 но вот мы говорили о стандартах уже стандартных положениях посмотрим насколько эффективно эти стандарты используют а еще становится тем временем 3-0 вот вам и эффективность стандартов не зря было сказано ранее о том что эта команда да это это эта команда использует стандарты и вот они в очередной раз это доказали да вот так вот они используя стандартное положение забили третий командный гол да вот скажем так что сейчас игроки дюш 13 находится такой небольшой растерянности явно не такого начала матча они ожидали чем-то кстати ход этой игры напоминает предыдущий матч там тоже был счет 3-0 достаточно быстро эти три мяча были забиты ну сейчас вот игрокам дюш валки понадобилось чуть больше половины тайма для того чтобы отличиться трижды но сможет сможет ли команда дюш 13 переломить ход поединка так как смог это сделать феникс предыдущем матче а вот еще один выход один на один но ведь уже вратарь дюш 13 конечно здорово сыграл похоже ему похоже ему надоел уже быть вытаскивать мячи из сетки собственных ворот и он сыграл очень удачно в этом эпизоде если мы обратим внимание на текущий счет 3-0 в целом я думаю что за исключением первых минут он в принципе справедлив потому что пока что атаки игроков дюш 13 не находят логического завершения ну а теперь мы с вами немножко еще пообщаемся и по поводу предыдущей игры с участием феникса и по поводу нынешнего матча какие впечатления от нынешней игры от вопроса я задаю тренером феникса юрию ващенко игра достаточно интересная то есть мяч почти в центре поля не находится вечно атаки тут уж тринадцатого валки проводят ну валки как бы по удачней проводят уже два мяча забили 3 от извините три мяча уже 3-0 от 4 залетает ворота вол забил какой там номер у нас 14 номер 14 номер забивает гол валки ведут 4-0 то есть по игре не скажешь что игра идет в одну калитку гол забил роман каверин 14 номер да то есть сейчас борьба идет центре поля валки бегут в контратаку с мяч чуть-чуть назад борьба что можно было бы посоветовать команде юж 13 в этом в этой ситуации как построить свою игру поскольку они атакуют что можно было бы предпринять в этой ситуации я думаю как бы вся борьба вся игра построена видите они чуть чуть поменьше ребята и не чуть-чуть побаивается ну чем мне нравится дюж 13 что она играет в пас вот может с ними это играет где-то знаете плохую шутка да да то есть надо быть есть моменты бить поворотом они пытаются доверно водой разыграть она не получается то есть бы я посоветовал больше бить им поворотом мяч в вратарь сейчас защитники ну вот еще такой вопрос против феникса в стартовом матче команда из валок играла первым номером ну потому что вот были так такие тактические построения в этой игре они в основном играют вторым номером потому что уже с первых минут дюж 13 значит а завладела преимуществом перевесом а вот теперь снова они перешли как думаю к издубленной игре первым номером в этой ситуации что можно как-то так посоветовать проигрывающей стороне каким образом переломить ход игры или что вот из тренерских установок на данный момент сейчас было бы очень так своевременно для дюж 13 ну я думаю поиграть в пас самое главное во-первых валки приехали с дороги из-за этого они играли вторым номером пока месте освоились сейчас они освоились начали играть первым номером дюж 13 я посоветовал конечно поиграть в пас что побегали валки команда валки что побегала без мяча но так как у дюж 13 команда более техничный я считаю вот так же скажу это мое мнение то есть и валком проще в этом смысле то есть в один в один вот еще такой интересный факт общаясь с тренером дюж 13 по окончании первого матча он обратил внимание на то что у него играют ребята на год младше вот сейчас заметно что вышла как раз это видно молодая четверка и немножко тяжеловато все таки сразу так вот войти в игру потому что признанные лидеры сейчас на скамейке запасных и они к сожалению для тренера не смогли проявить себя в ходе первого тайма вот сейчас он дает возможность поиграть и более молодым ребятам но они тоже так не не тушуются перед соперником но ошибки ошибки конечно вот заметно и по скорости превосходят игроки дюж валки но свой шанс не использовали вот пожалуй по ходу первого тайма можно сказать что у дюж валки очень такая приличная команда по уровню так исполнителей в целом и кстати еще хочу обратить один факт то что гол забил роман каверя последний четвертый командный гол он же забил гол фениксу первом туре можно сказать о том что вот он за счет своих физических габаритов и часто подключается в атаку чем-то он мне напоминает данила дуэди на тот тоже значит такой габаритный игрок и подключается к атаку да 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 но вот скажу что большей частью но он он не только он не только впереди играет в начале игры и сзади стоял на позиции скажем так последнего игрока но сейчас он играет как столба да поставите он как вы уже сказали заметили что он габаритные а есть детки маленьким тяжело не то что толкнуть просто даже тяжело его бежать вот и за счет этого у него преимущество но он молодец что он свои позитивные как положительные габариты свои используют других команд есть тоже такие ребята которые габаритные но они не используют свои там плюсы этот мальчик молодец за счет своего габарита забивает толкается на маленьким деткам конечно тяжело с ним бороться очень кстати вот в продолжении этой темы сегодня в предыдущем матче забил гола красникита фадеев да к слову к слову таких вот игроках все таки когда так очень мощных физически а вот насколько вот эта физическая мощь и техническая оснащенность влияют в целом на ход игры на итоговый результат я скажу что по детям оно конечно очень влияет то что некоторые детки боятся идти там а потом как обычно вырастают дети те которые боялись намного интереснее чем ребята которые габаритные вот тем временем первый тайм у нас завершился счет 4-0 да вот такой вот перевес скажем спасибо нашему эксперту да вот сейчас услышали профессиональный комментарий от юрия ващенко действительно счет 4-0 но я бы не сказал что многое в этом матче уже решено впереди 25 минут игры ну вот да соглашусь с тренером на девуш 13 где-то возможно его ребятам еще характера не хватает но возможно этот характер проявят уже во втором тайме ну скажем так вот и прибыв с корабля на бал игроки и дюш валки на направили направили свой корабль по верному курсу забив 4 безответных мяча в первом тайме да вот тут конечно многие факторы играют влияние это еще играют большую роль оказывает влияние это и не только скажем так техническая оснащенность игроков настроена игру это и борьба может вполне возможно игроков дюш 13 немного выбили искали вот эти пропущенные голы еще в начале игры потом они попытались перевести игру в нужное для них русло но контратаки в исполнении игроков дюш валки были очень острыми и увидишь результативными в нескольких эпизодах и врата дюш 13 спасал свою команду поэтому счет мог быть и крупнее а если бы например счет бы был уже сейчас 60 то я думаю что итог матча вполне мог быть предвешено 40 до солидное преимущество но тем временем начинается второй тайм и посмотрим оправдается ли наш прогноз о том что все таки игроки дюш 13 сейчас постараются немножко перевести игру ближе к воротам соперника так и теперь вот игроки игроки дюш валки вот индивидуально тоже действия обладает неплохими индивидуальными действиями проходы проходы к воротам соперника организуют ну вот сейчас опять на площадке составе составе дюш 13 младшие ребята наверняка что им тоже предоставилась возможность показать себя и и надо сказать что вот на упоминавшимся ранее турниры который был весной прошлого года где команда дюш 13 заняла второе место тогда состав был естественно иным а здесь играет преимущественно здесь играет преимущественно ребята 2007 года рождения и поэтому им тут надо не только свои лучшие качества показать видно что игроки из валок все-таки кажется что более опытные чем их нынешние визави сейчас находящиеся на площадке сейчас враг вратарь выручил дюш 13 еще отмечу очень такой интересный факт то что на протяжении последних турниров команда дюш 13 значит славилась своей надежной обороной вот мы уже сейчас наблюдаем вторую игру по счету с их участием и они пропустили уже на данный момент 7 мячей 33 гола в первом матче в этом поединке уже 4 мяча вот наверняка как раз более надежной игре в обороне и нужно уделять внимание потому как развивается этот поединок помимо того что изменился состав исполнителей также скажу о том что вот на предыдущем турнире где дюш 13 обладательным серебряных наград вот это по поводу кстати надежной игры в обороне тогда в их составе всех составе играл алексей тинета нынешний голкипер и цепи того 3 играл он очень надежно он действительно был одним из лучших на предыдущем турнире вот сейчас вполне возможно как раз и не хватает его опыта его мастерства команде он пока что вот игроки игроки дюш 13 пытаются контролировать мяч очередная ошибка приводит контратаке да вот еще несколько слов с алексеем солдатинок который поделится также своими впечатлениями о текущей игре вообще о перспективе дальнейшей перспективе соперничающих команд ну это очень неожиданный результат который мы сейчас видим 40 при том что играют с моей точки зрения абсолютно равные соперники и не получается у дюш 13 пока их традиционный комбинационный футбол а когда удается все таки дойти до ворот валок этот последний пас он не работает я думаю что еще достаточно времени есть у команды для того чтобы ситуацию исправить но вот тем более на руку дюш 13 может сработать этот факт что игроки команды валок приехали уставшие с дальней дороги и приехали прямо к самой игре из-за того что в харьков сегодня вела день и очень тяжело сюда было добраться и у них собственно не очень для не такая длинная скамейка запасных как у дюш 13 но вот сможет ли команды в зеленых футболках использовать все эти преимущества посмотрим как бы пока очень очень эффективно играют валки они использовали практически все те моменты которые создали в то время как дюш 13 создает но не может реализовать ну вот мы уже отмечали в нашем репортаже что в составе дюш валки есть два таких ярких игрока это антон захаров бомбардир и роман каверя очень такой габаритный игрок который может на любых позициях сыграть пожалуй а вот видим что у лидера одного из лидеров дюш 13 никита дементьева игра как-то с первых минут не пошла чем это может быть связано и вот зачастую когда не идет игра у лидера разложу может разаяться играю всей команды ну никита дементьев играет конечно очень большую роль составить дюш 13 очень много ситуаций когда он решает исход матча но вообще тренер команды сергей владимирович головко пытается построить коллектив в котором роль лидера она конечно будет важна но не будет определяющей когда любой игрок сможет на себя взять эти функции это правильно потому что в таком случае команда не зависит от игры одного человека и мы много раз видели когда дюш 13 выигрывала матчи и абсолютно как ровный такой монолитный коллектив и сейчас я думаю что у этой команды есть достаточно много хороших игроков которые могут взять на себя такую функцию мы мы видим в принципе сейчас дюш 13 инициативу перехватила атаки за атакой идут на ворот овалок но пока вот никакой остроте особо они не приводят может быть потому что такие очень габаритные крепкие ребята мы вообще видим что команды из области которые приезжают там дети такие крепкие во всех командах вот ну и валки все таки шестого года дюш 13 это команда седьмого года да и конечно в физической борьбе очень тяжело дюш 13 здесь бороться вот единственное чем мне кажется можно было бы использовать то больше играть через фланги и растягивать оборону дюш валки потому что все таки вот это вот попытки прорваться через центр я не думаю что они будут успешными именно потому что защитники валок играют спокойно и физики они превосходят команду соперника ну что в принципе и логично учитывая разницу возрасте и габариты игроков стоит обратить внимание на тот факт что уже практически мы наблюдаем за второй игрой уже с участием дюш валки за это время не пропустили всего один гол то есть акцент делается надежную игру в обороне это заметно как они вот еще играли в первом тайме подстраховки очень здорово на первых минутах когда отдали инициативу игрокам дюш 13 те свои моменты не использовали а потом уже на контратаках начали ловить их по сути забивать голы надо сказать что этот гол валки которые пропустили в матче первом матче с фениксом 2007 они создали себе его сами мы помним он был забит после грубой ошибки у своих ворот вратарь отдавал пас защитнику и в пустые ворота уже убил тимур я бухин вот но надо понимать что и сейчас у валок и совершенно другой настрой на эту игру потому что они четко отдают себе отчет что они играют одним из ну не просто с одним из лидеров группы наверное с одним из фаворитов всего турнира и даже если сегодня матч закончится не в пользу дюш 13 это ни в коей мере не лишает их там такого как бы титула одних из претендентов из главных претендентов на победу в этом турнире мы знаем что турнирная дистанция долгая а построена она таким образом что две команды выходят из группы но я могу конечно ошибиться но я у меня практически нет сомнений что в группе это будут валки и дюш 13 вот а уровень и одной и другой команды на самом деле таков что и для них не должно быть принципиально важным таким существенным значением с кем именно играть в четвертьфинале эти команды способны обыграть любого соперника на этом турнире но вот отмечишь и на осеннем турнире где команда дюш 13 заняла второе место она играла все-таки другим составом и об этом стоит сказать да это и очень мало пропускала тогда голов то что они проиграли два-три финале дюш волне пропустили три мяча для них это тогда было скажем так все такие исключения из правил скорее но тогда в в воротах дюш 13 стоял алексей тинета так который сейчас защищает ворота cpto3 очень надежный вратарь вот кстати дюш валки забивает пятый гол в это время и опять же о роли вратаря да очень надежный вратарь мы знаем по детским турнирам которых участвует cpto3 они там пропускают минимум голов на самом деле наверняка самый лучший показатель них по пропущенным мячам по своему возрасту и вот сейчас когда мы видим в рамке уже скажем так другого вратаря это уже все-таки сказывается и на результате все-таки это уже уже сколько уже получается 8 пропущенных мячей за две игры да три в первом матче и сейчас вот нельзя сказать что так уж скажем так в обороне играют игроки дюш 13 скажем так не лучшим образом просто соперник использует свои шансы можно с этим согласиться да мы видим валки играют очень эффективно практически все что валки создали они забили включая даже при прямой удар со штрафного в то время как дюш 13 владеет такой игровой инициативой но мы видим что как-то очень прямолинейно сегодня игроки этой команды может быть рассчитывая на индивидуальное мастерство но вот такой яркой комбинационной игры какую мы привыкли видеть в исполнении этой команды пока у нее не получается может быть вот этот вот фактор быстрых пропущенных мячей и того что валки все-таки физически крепче да я не не говорю физически лучше готовы но они физически крепче да и для дюш 13 которые в принципе активно идут в борьбу и активно идут в единоборство это имеет значение потому что тяжело им со своими с такими габаритами соперника справляться но вот опять смотри мы видим видишь фланговая атака и идет передача в центр и столбу очень тяжело зацепиться с такими мощными защитниками просто идет потеря мяча мне кажется что надо больше играть в этой ситуации через фланг кстати такой интересный факт еще один стоит отметить то что феникса пропустил от команды из валок всего три мяча да сейчас мы уже видим что в этой игре они забили пять голов ну это я не могу сказать что то показатель потому что конечно и настрой валок на вторую команду феникса и на настрой валок на команду дюш 13 они разные во-вторых и тренер валок говорил что они ожидали легкой победы феникса удалось навязать достаточно плотную грамотную игру в обороне но мы видели что сегодня вместе с тем феникс крупно проиграл команде которая ну ничего не смогла противопоставить дюш 13 в первом матче но этим и хорош турнир что нет явных аутсайдеров которые будут крупно проигрывать все игры команды борются в каждой игре независимо от того в той позиции которую они занимают в группе я бы еще сказал несколько слов о календаре группового турнира ведь по сути так вот проанализировав его я например пришел к такому мнению что практически во всех группах дуэт четвертьфиналистов окончательно будет уже определён только в ходе последнего заключительного игрового дня группового раунда это тоже безусловно плюс огромный это так но в принципе уже после сегодня после второго игрового дня мы мы будем понимать какие команды претендуют на выход следующий круг в этой группе мы уже понимаем что ну скорее всего если не произойдет никакого чуда валки идешь идешь 13 выйдут в плей-офф вопрос только в том какое место кто из них группе займет но я думаю что на ответ на этот вопрос фактически будет дан сегодня потому что но очень понравилась сегодня балаклея но я не уверен что у них получится обыграть валки и точно также я не уверен что дюш 7 сможет обыграть дюш 13 я был бы рад ошибаться я в принципе всегда люблю какие-то там неожиданные сенсационные результаты это лучше чем когда все предсказуемо что не реализую такой момент один из немногих моментов когда валкам не удалось реализовать момент созданными но в принципе но и счет уже позволяет им немножечко как бы так менее собрано относиться к своим моментам чем это было в начале игры вот опять же в качестве такого небольшого анонса нас через неделю ожидает между прочим дерби областного значения до в этой группе тоже очень интересно наверняка матч будет и чем больше команды из харьковской области участвуют турнире тем он еще более привлекательным это не только кстати моя точка зрения это точка зрения экспертов с которыми тоже в течение этой недели мы успели пообщаться так немного они свое мнение тоже об этом высказали но игра тем временем так уже более спокойном русле протекает я думаю что много уже в этой игре понятно если не все я бы хотел отметить и высокий профессионализм тренеров вот трех команд областных и легенды физки и валки и балаклеи почему потому что мы команды которые находятся в городе у них безусловно более широкий выбор детей будет больше набор и они могут позволить себе варьировать составы тогда как в маленьких городках и поселках этот выбор ограниченный тренер тренер должен делать команду ну вот как это у нас фениксе происходит из тех игроков которые у него есть он не он не может перебирать он не может выбирать и то что мы видим такую классную игру в исполнении валок и сегодня мы увидели такую классную игру в исполнении балаклей говорит о том что честь и хвала этим тренерам которые со своей задачей справляются так блестяще да вот мы уже наблюдаем сегодня третье уже по счету игру и все они конечно за своим сюжетом но вот как что является отличительной особенностью это то что конечно большинство команд отдают предпочтение комбинационной игре ми мало индивидуальности и вот даже то о чем жалована на что жаловался точнее тренер дюш волна после первого матча это индивидуальные действия сегодня мы увидели ну отменную комбинационную игру в исполнении дюш волна вот действительно они молодцы они не растеряли тех скажем так задатков которые мы видели еще на осеннем турнире которые они выиграли тогда и это и считаю что действительно они прибавили за эти более чем полгода и в игровом мастерстве и в тактическом это заметно и вот по поводу скамейки запасных тоже такая интересная деталь в разговоре в недавнем интервью тренера феникса он все таки следовал на то что у феникса короткая скамейка запасных это вполне возможно тоже один из факторов который повлиял на сегодняшний итоговый результат но перед фениксом 2007 не стоит задача каких-то итоговых результатов там единственная задача это обеспечить игроков и практика игровой вот поэтому да скамейка она короткая но вместе с тем феникс не хотел бы выпускать игроков 2006 года за эту команду потому что мы считаем регламент есть регламент правила должны быть одинаковыми для всех и вот то о чем на жеребьевке договорились что два игрока могут быть подключены из первой команды только вот никита боднарь и глеб иванюженко вот они и помогают команде а там ни в коем случае мы детей за результат ругать не будем сыграли как сыграли ничего страшного они наберут свое со временем я вот просто говоря возвращаясь комбинационной игре хотел отметить вот казалось бы крупно проигрывает уже дюж-13 а тем не менее идет борьба и эта команда старается комбинировать другое дело что вот буквально предыдущую атаку такую мы видели дюж-13 вот я обратил внимание все четыре игрока этой команды находятся на одной половине поля и на одной бровке и не использовать всю ширину площадки в матче с такой как бы командой как валки ну это 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 очень сложно это усложняет задачу добиться результата существенно вот сейчас хороший вот сейчас на бровку надо давать вот отлично и дальше на бровку и вот сразу уже хоть и компактно становится сразу узко перестраивается оборона валок но тем не менее мы видим сразу возникает острота и возникает перспектива развернуть атаку в другую сторону в любую но вот хочется отметить как привести пример команды дюж-7 и дюж-13 но по сути у нас мы имели уже возможность наблюдать за тем как играет команда дюж-7 второй состав так а вот по сути мы сейчас наблюдаем ближайший резерв и дюж-13 в деле также и очень важно и об этом кстати тоже говорили тренеры что мы даем возможность играть все те кто сидит на скамейке запасных вот даю возможность проявить себя в таких играх даже вот с таким серьезным соперником как дюж валки сегодня и это я думаю только говорит о так позитивно о тренере самом который не боится ребят вот бросить в бой с очень таким серьезным соперником так и должно быть и те те дю сша которые не боятся доверять детям которые может быть ну не на первых ролях в команде создавать вторые и третьи составы делают на самом деле большое дело в плане развития детского футбола потому что мы знаем и команды где которые по всем своим составам играют буквально одну и ту же четверка игроков на вот пытаясь таким образом хитрить да там его выиграть для себя турнирные дивиденды но мы изначально декларировали что этот турнир он не ради кубков и медалям ради того чтобы как можно больше детей получили игровую практику получили вот это вот ощущение футбольного праздника и были к нему причастны не со скамейки и как непосредственные участники да ну скажем так а мы сейчас наблюдаем за позиционной игрой же большей частью постепенно матч подходит своему завершению и так если опять же краткое резюме делать по походу по поводу этой игры ну что ж контратакующая модель дюш валки сыграла свою роль еще в первом тайме по сути они обеспечили себе серьезный перевес в счете ну и довели игру до победы уже сейчас об этом можно сказать наверняка с уверенностью ближайшие матчи покажут насколько обоснованными будут скажем так притязание команды дюш 13 на игры playoff на четвертьфинал но я соглашусь мнением алексея в том что действительно мы сейчас наблюдаем за пожалуй за игрой команд которые будут представлены в четвертьфинале и уже даже наверняка можно сказать какие позиции они в итоге займут по по итогам группового раунда вот эта игра конечно многое проясняет уже но тем не менее да вот тем не менее можно говорить что это все-таки группа сильная по составу это стоит отметить действительно по очень сильно одна из самых сильных групп и мы видели что сегодня команда балаклей не знаю если бы они с таким настроем выше на первую игру с дюш 13 конечно не было бы такого крупного поражения и первый матч все-таки надо понимать еще что но вот как говорил тренер легенды из фиськов не везде есть возможность тренироваться на таких широких полях и в таких широких залах да и поэтому многие дети стартовый тур просто привыкали к тому что они играют на полноразмерных игровых площадках но с одной стороны конечно это очень хорошо что у них такая возможность есть играть на на полях такого качества с другой стороны мы понимаем что в первом туре у них фактически это был адаптативный тур для команд из области но не считая валки у которых в принципе богатая игровая практика они играют во всех возможных турнирах и команда достаточно опытная но балаклей показал сегодня очень хорошую очень зрелую игру даже на фоне того что фене у феникс сегодня был не день феникса вот и очень интересно будет посмотреть за матчем валки балаклея фолт но фолт сейчас на последних минут на последних уже секундах ну можно уже говорит что дюж 13 терпит поражение которое еще раз хочу повторить с моего точки зрения даже уверен на абсолютно никак не влияет на то что эта команда продолжает восприниматься одним из основных фаворитов турнира но кстати может сложить ситуация когда у нас три команды из харьковской области да да и счет становится максим варохобин установил окончательный результат этого матча отличным ударом со штрафного вот кстати хочу отметить еще один интересный факт что может так получиться что все три команды которые представляют харьковская область будут представлены в своих кубках одна из них сыграет в раунде плей-офф другая будет оспаривать кубок золотая середина а третья будет сыграет в матчах кубка надежды посмотрим этот сбудется ли этот прогноз такой вполне возможно такая ситуация ну а игра завершена счет 60 будет после матча говорящая Собрались, собрались. Собрались, собрались. 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 Собрались.